Метели, снегопады, ограниченная видимость. Обстановка на трассах в ряде регионов остается сложной. Некоторые участки до сих пор остаются закрытыми. Сколько еще будет бушевать непогода, узнавали наши корреспонденты. Это трасса Нурсултан-Петропавловск. Самая оживленная в регионе. Но только не сегодня. Машин здесь практически нет, дороги почти пустые. Уже несколько дней из-за непогоды здесь закрыто движение. Не можем третий день выехать с Астаны. Не знаем, что делать с Шерломайжатором с Астанавра. Сейчас немного подождем. Если будет сопровождение, то выедем в дорогу. Если нет, то развернемся и назад. Видим, какая погода. Но по работе надо. Мы приехали в Бурабай. Теперь не можем уехать. Дорогу закрыли. Одну ночь переночевали в Щучинске. Снова приехали. Пытаемся выехать. Если не пустят, выбора нет. Придется на поезде возвращаться. Снимать квартиру сложно. Очень тяжело. Видят, какая ситуация и сразу поднимают цены. Я со вчерашнего дня подъехал в обед, наверное. Стоял до вечера. Не пропускает. Колонна собралась большая. Развернулся, уехал в Щучинск. Переночевал. Еду с Петропавловска. Переночевал в гостинице. Сегодня утром позвонили. Пропускает. Подъехал. В первую стою в очереди. Передо мной закрыли. Все, говорит, дальше не поедет. Колонна ушла. Я говорю, я догоню еще. Нет, все, нет. Вот стою здесь уже. Сегодня опять, говорит, не пусть. Закрыты также автотрассы Екатеринбург-Алматы и Нурсултан-Щидерте. Полиция пропускает только жителей близ расположенных населенных пунктов. Всего же на сегодняшний день закрыто больше 20 участков дорог областного значения. На них круглосуточно дежурят спасатели. Их помощь может понадобиться в любую минуту. Самые отчаянные водители все же пытаются обойти запреты. За прошедшие сутки силами ДЧС было эвакуировано 94 человек, из которых 13 детей. Это в Бурубайском районе у нас 37 человек. В Ерементавском районе у нас 40 человек. Плюс спасены еще 5 человек. Это Целиноградский район, вблизи села Приречное. Водитель не справился с рулевым управлением, а прокинулся в кювет. К счастью, у нас жертв пострадавших нет. Эти люди были спасены, доставлены были в пункт приема для согрева. Когда будет полностью восстановлено движение, специалисты пока не берутся сказать. Все зависит от погодных условий. В предстоящие трое суток на территории Акмолинской области будет оказывать свое влияние антициклон с большими запасами арктического холодного воздуха. В связи с этим ожидается понижение температуры воздуха ночью 27-32, днем 18-23 градусов мороза. Но уже к выходным с очередным циклоном ожидается повышение температуры воздуха. То есть с дальними поездками на автотранспорте придется повременить еще как минимум до конца недели. Службы ЧАЭС в очередной раз призывают всех дождаться улучшения погодных условий. Анна Шелгина, Анатолий Поляны, Акмолинская область, Хабар, 24.